МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, это большая трагедия. К сожалению, погибли люди. Бытовой газ – это не только тепло и комфорт, но и ответственность, и в том числе опасность. Поэтому все газовые приборы должны в обязательном порядке обслуживаться и эксплуатироваться надлежащим образом. Для этого есть специализированные организации, которые осуществляют эту работу, а жители со своей стороны должны заключать договоры на обслуживание своего газового оборудования. А управляющая компания, если это МКД, должны заключать договоры на обслуживание внутридомового общего оборудования, которое поставляет газ внутри уже дома. Разводка идет, эти желтые трубы вы видите на фасаде либо внутри дома. Но очень часто мы забываем о том, что газ, он не только в МКД, он еще есть и в ИЖС. Индивидуальные жилые дома также оборудованы газовым оборудованием, но также требуют обслуживания. И сейчас ведется очень большая кампания по заключению договоров и проверке газового оборудования именно в индивидуальных жилых домах и в домах, которые расположены в СНТ, потому что газ туда сейчас поставляется в большом объеме, в том числе идет социальная газификация, также ИЖС, это дополнительный объем будет газового оборудования, которое будет установлен в домах. И сейчас важно очень, чтобы все установки, которые потребляют газ, это и котел, и плита бытовая, и нагреватель горячей воды, который греет воду на проточном режиме, они были все обслужены, были проверены на предмет утечек, были проверены на предмет качества вентиляции, дымохода и были безопасны в эксплуатации. Потому что для кого не секрет, что газовое оборудование, оно эксплуатируется очень долго, и за это время могут возникать микротрещины в резинках, могут возникать какие-то сложности, связанные с уплотнениями, и это все как раз проверяется во время проведения технического обслуживания. Если говорить про наш муниципалитет, насколько наши жители осознанно подходят к этому вопросу? В нашем муниципалитете ситуация следующая. На сегодняшний день у нас 100% отхват договорами обслуживания внутриквартирного газового оборудования. 100% отхват договорами внутридомового газового оборудования. Но, к сожалению, еще по ИЖС у нас нет такой хорошей картинки. И индивидуальные жилищные строения на сегодняшний день сохвачены менее 70% обслуживанием газа. А при прохождении обходов, Мособлгазовая администрация с мая месяца делает обходы по всем деревням, поселкам и СНТ, мы выявляем, что очень часто жители не имеют договора на газовое обслуживание, либо не знают, что он нужен, и в принципе не понимают, что это является залогом их безопасности в первую очередь. А какие меры применяются к таким собственникам, у которых нет договора на обслуживание ВДГО или ВДГО? По закону, по действующему законодательству, если отсутствует должное обслуживание газового оборудования, то оно должно быть отключено от подачи газа. Ну, конечно, мы понимаем, что это очень жесткая мера, и на сегодняшний день она применяется очень ограниченно. По факту, по всей Московской области, на сегодняшний день отключили 55 потребителей. Да, это было сделано, потому что... Наверняка эта цифра намного больше. ...вынужденная мера. Это, к сожалению, злостные неплательщики, то есть они и за газ не платят, и свое оборудование не обслуживают, поэтому было принято решение об ограничении поставки газа на данный объект. Очень долго велась разъяснительная работа, но, к сожалению, жители не услышали, и пришлось применить такие меры. Это, повторюсь, крайняя мера. Неохота ей пользоваться и доводить до нее, и поэтому жители должны обратиться в специализированную организацию. Ну, в первую очередь, конечно, Мособлгаз, а так на территории области заключило соглашение с Министерством энергетики более 100 организаций. Вы можете зайти на сайт Министерства энергетики Московской области и посмотреть, какие специализированные организации аккредитованы на проведение обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Соответственно, они могут обслуживать в том числе и оборудование в ИЖСе. И плюс еще сейчас правительство Московской области выпустило постановление номер 152, в котором четко прописаны стоимости того, сколько стоит обслуживание в месяц, в год. Регламент. Да, регламент прописан, какие операции должны быть в обязательном порядке проведены, и как организация обслуживающая должна проводить эти работы. Соответственно, если раньше там жители очень часто задавали вопрос, сколько стоит и почему там такая цена, теперь можно открыть просто постановление и прочитать, что в нем написано, в каком последовательности должны выполняться работы, и какие, опять же, мероприятия должен провести специалист, который пришел проверить газовое оборудование в квартире либо в доме. Но самое главное, чтобы собственники понимали свою зону ответственности, то, что именно они отвечают за обслуживание, за исправное состояние газового оборудования внутри своего дома или квартиры. Вы абсолютно правы. Это именно основной вопрос, который возникает все время между собственниками. Не перекладывая ни на кого. То есть у вас есть газовая плита, либо у вас есть газовый котел, либо у вас есть газовая водогрейная колонка, и вся подводящая к ней газопроводная часть, до первого отключающего устройства является зоной ответственности именно собственника. То есть собственник должен в обязательном порядке ее обслуживать. Ни в коем случае не должен сам обслуживать, потому что это опасно. В первую очередь нужен квалифицированный специалист. Но собственник должен заключить договор и самое главное допустить специалиста до обслуживания своей установки. Потому что очень часто сталкиваются специалисты обслуживающих организаций с недопуском. То есть у нас сейчас во многоквартирных домах в принципе 100% охват договорами, а вот попадание внутрь квартиры во время обходов, в некоторых случаях до пяти раз приходится прийти слесарю для того, чтобы попасть в квартиру и обслужить газовый оборудование. Мы прекрасно понимаем, что это трата времени, дополнительная езда слесаря по домам. И самое главное, он в это время не обслужил другую квартиру. Получается у нас ситуация, что да, у жителя есть договор, да, он по нему оплачивает эту услугу, но почему-то он ее не хочет получить. То есть парадокс именно в этом, что оплаченная услуга, а услуга эта оплачена именно вот. Ну мне кажется, наверное, многие опасаются пускать в квартиру посторонних людей, но я хочу сказать, что все сотрудники специализированных, аккредитованных компаний, у них, конечно же, есть удостоверение, они в форме, то есть можно все данные проверить, можно позвонить на горячую линию, узнать, есть ли такой сотрудник в базе, да, и действительно ли настало время проверить оборудование. Одноправые, ну первое, конечно, сотрудники всех спецформах, то есть у нас на территории округа обязательное требование, чтобы все слесари ходили в специализированные организации, в специализированных одеждах и с названием организации, которая обслуживает. Второе, на подъездах размещаются объявления, что будет обход, третье, старший по дому тоже проинформирован о том, что у него будет проходить обход. Управляющая организация тоже может сказать, какая организация обслуживает тот или иной дом. То есть можете обратиться в управляющую организацию. Удостоверение должно быть обязательно у пришедшего специалиста. Ну и самое простое, конечно, это человек представился специалистом такой-то организации, вы можете тут же зайти на сайт, посмотреть телефон этой организации, позвонить на него, спросить, запланирован сегодня обход, не запланирован, и какая фамилия слесаря, который должен был выйти на ваш адрес. Поэтому здесь как бы никаких... Препятствий нет для того, чтобы не допустить в свою квартиру сотрудника компании. И очень часто жители, к сожалению, не относятся к этому с пониманием, а говорят, что это моя квартира, я никого пускать к себе не хочу. Да, это ваша квартира, но и это ваша безопасность. И не только ваша, если мы говорим о многоквартирном доме, ведь вот еще в чем вопрос. Да, в многоквартирном доме на самом деле это опасность еще и для всех, кто рядом. То есть мы все видели там последствия взрыва бытовых газов в современных многоквартирных домах, то есть это по разрушению не одной комнаты, а нескольких комнат, а иногда даже нескольких этажей. То есть это вот очень мощное, опасное, взрывоопасное вещество, которое приводит к таким тотальным разрушениям. Вот если говорить, возвращаясь к Ногинску, то там разрушено было три этажа, вот и даже соседние дома пострадали. То есть это говорит о том, что объем газа, который накопился, был большой. Хотелось бы еще отметить, что сейчас есть системы, которые контролируют наличие газа в помещении, как природного бытового газа, так и угарного. То есть есть же ситуация, когда не только накопился газ, который идет из плиты, но и, к сожалению, вентиляция не работает должным образом, и накапливается угарный газ. А угарный газ опасен тем, что он не имеет ни цвета, ни запаха, ничего. То есть если природный газ искусственно дополнительно добавляет в него деодоранты, вот этот специфичный запах газа – это запах не газа, это запах деодорантов, который туда добавляют, и они дают вот эту возможность почувствовать, что есть газ. А угарный газ, он уже не содержит в себе деодоранты, потому что при правильной эксплуатации прибора они сгорают в момент горения газа, но должна правильно работать вентиляция, либо вытяжка, либо дымоход. Соответственно, должен быть приток свежего воздуха и отток сгоревших газов. Это тоже проверяется во время прохождения технического обслуживания, и это как раз позволяет понять, что что-то нужно отремонтировать, либо сделать какие-то дополнительные работы, связанные в том числе с приточной вытяжной системой. То есть у нас на сегодняшний день во многих квартирах есть истории, когда поменяли окна, а в советский период у нас приточная вентиляция осуществлялась за счет неплотности прилегания окон. Соответственно, необходимо сделать либо дополнительные клапаны на пластиковых окнах, либо еще какое-то дополнительное мероприятие, чтобы приток воздуха для горения газовым оборудованием тоже был. Ну и, конечно, должен дымоход быть исправен и чистый. То есть это тоже вопрос, связанный с тем, что обслуживание дымоходов – это отдельная работа. Она не входит в плановое техническое обслуживание газового оборудования, но она нужна, должна быть сделана. При проверке проверяется тяга. Соответственно, если тяга нормальная, значит обслуживать пока не надо. Если к тяге есть вопросы, это делается специальным приором, с крыльчаткой, а неометр называется. Он прикладывается к вытяжному отверстию, либо к приточной вентиляции, и замеряется расход воздуха, который проходит в данный момент через данную систему. И если он в допусках, то значит все работает нормально. Если он вне допуска, значит требуется либо ремонт, либо чистка системы дымоудаления, и, соответственно, даются соответствующие рекомендации. Поэтому здесь жители должны понимать, что данные системы, они также требуют регулярного обслуживания, и их работа, она также влияет на безопасность. Если говорить про системы безопасности, которые жители могут добавить к уже существующим газовым системам, то специализированные организации, в том числе Мособлгаз, предлагают устанавливать системы автоматического отключения подачи газа. Это клапан, который устанавливается уже на существующую трубу после первого отключающего прибора. То есть есть труба, которая идет по дому, она заходит в квартиру, в квартире стоит запорный кран, и после запорного крана можно дополнительно установить клапан, который будет автоматически от датчика закрываться и перекрывать подачу газа в случае обнаружения в воздухе либо природного газа повышенной концентрации, либо угарного газа тоже повышенной концентрации. Есть приборы, которые реагируют только на один из этих газов, есть приборы, которые реагируют на оба этих газа, а также есть приборы, которые реагируют на смесь пропан-бутана. То есть это газ, который в газовых баллонах, либо в газгольдерах. Там, где нет центрального газа, то есть нет природного газа, туда привозят пропан-бутановую смесь. А повторюсь, либо это общепринятые 50-литровые баллоны, которые ставятся, либо это газгольдер, который закапывается либо устанавливается во дворе, и дальше питает индивидуальный жилой дом. Это разные газы, на них нужны разные приборы. То есть прибор, который работает на обнаружении природного газа, он не работает на пропан-бутан, но они работают по одному и тому же признаку. Обнаруживается в помещении повышенное содержание того или иного газа, подается сигнал на клапан, и клапан закрывается. Соответственно, здесь у нас ситуация такая, что данные приборы не так дорого стоят, и в то же время они эксплуатируются в очень длительный период времени, и не требуют никакого дополнительного обслуживания с точки зрения каких-то ремонтов или что. Потому что данный прибор позволит отключить моментально. Человек еще даже не почувствовал ни запаха, ничего, а прибор уже обнаружил эту и сработал. Ну, соответственно, возвращение в обратный режим также осуществляется достаточно легко после проветривания помещения. Поэтому рекомендую жителям ознакомиться с такими приборами. Они есть на сайте «Повторюсь, Мособлгаза» специализированных организаций, и можно будет установить их либо у сторонней организации, либо у специализированных, которые уже обслуживают ваши внутриквартирные газовые оборудования. И когда к вам приходят обслуживать внутриквартирные газовые оборудования, вы также можете попросить, чтобы вам поставили за дополнительную плату этот прибор. И быть спокойным. Да. То есть это дополнительная защита. Ну, то есть ни для кого не секрет, мама ушла в магазин, оставила дочку присматривать за супом, суп выкипел, дочка в это время чем-то отвлеклась, а прибор сработал, независимо от того, кто и чем занимался. А сейчас это может быть ситуация, что плита выключилась, а газ продолжает поступать. Это опасно. Поэтому здесь именно такая рекомендация, что газовый прибор должен быть всегда под присмотром взрослого человека, который контролирует горение. Либо обязательно должна дополнительно устанавливаться автоматика, тогда уже мы будем понимать, что у нас два уровня контроля. Михаил Владимирович, как осуществляется социальная газификация? Насколько эффективно реализуется программа? На территории ОКУ. Социальная газификация на сегодняшний день у нас идет максимально быстрыми темпами. В социальную газификацию на территории Одинцовского округа в ходе 174 населенных пункта должно быть охвачено порядка 12,5 тысяч человек. Уже проложено 6,5 километров газопроводов и уже подведен газ к 117 домовладениям. Это произошло в течение буквально лета. Соответственно, строительство до конца 2021 года у нас еще 59 населенных пунктов будет вестись. Но темпы очень высокие. Да, темпы очень высокие. Это на самом деле беспрецедентная программа, которая в очень сжатые сроки позволит охватить очень большое количество домовладений централизованным газоснабжением. Хотелось бы принести извинения жителям за то неудобство, которое возникает при данных работах. То есть это работы по прокладке, это земляные работы, соответственно, идут разрытие котлованов, траншей. Это, к сожалению, возникновение навалов грунта, разрытие дорог. Хотелось бы отметить, что к нам поступают обращения граждан с вопросами, когда будет восстановлено благоустройство, почему проводятся эти работы. Повторюсь, всегда эта информация есть в территориальных управлениях. Можно обратиться к ним, либо можно обратиться к бригадиру. У них в обязательном порядке на сегодняшний день поставлена задача проложить газопровод, а благоустройство будет выполнено, но, к сожалению, чуть позже, потому что объем благоустройства, он будет достаточно большим, и на сегодняшний день просто Мособлгаз, прокладывая сети, в первую очередь хочет подать газ, а дальше уже будет проводиться благоустройство. Возможно, даже это благоустройство будет произведено силами дополнительных организаций, но, повторюсь, одновременно с прокладкой газопровода благоустройство сейчас просто не успевают сделать. Поэтому прошу жителей еще раз понимания, и это делается именно в рамках той программы, которая сейчас ведется ускоренными темпами, и дальше благоустройство будет восстановлено в обязательном порядке. То есть ни один из раскопанных котлованов, либо траншей не будет брошен, и обязательно будет приведен в надлежащее состояние. Буквально на днях в селе Жаворонки был подведен газ к одному из домовладений, где побывал Андрей Робертович Иванов. Все посмотрело, остались довольны вообще. Как жители? Какой обратный эффект вы получаете? Жители, конечно, всегда очень довольны. Для них всегда это маленькое чудо, что в их дом пришел газ, потому что конкретно если говорить про этот дом, то живет в нем семья. Муж-женой, муж работает инженером, супруга у него работает в больнице. Соответственно, у них дом до этого отапливался котлом, который работал на отработанном масле. Но это, соответственно, и грязь, и дополнительные хлопоты. А сейчас, когда подвели газ, это чисто, это комфортно, и реально дешевле, чем любые другие виды топлива, которые есть. Поэтому на сегодняшний день все, кто получает газ по данной программе газификации, они очень довольны. А жительница отметила, что работы выполняли даже в воскресенье. То есть рабочие приехали утром в воскресенье и весь день делали прокладку газопровода от уличного магистрального газопровода до дома. И внутри дома сделали также сразу же установку газового котла. Газовое котел она выбрала тот, который предложил Мособлгаз, а газовую плиту она купила сама. То есть как раз то, о чем жители очень часто спрашивают, а можно ли самим выбрать оборудование. Да, можно, Мособлгаз на это смотрит положительно. Но хотелось бы отметить, что когда вы покупаете газовое оборудование, надо понимать, что оборудование, которое предлагает Мособлгаз, он закупает массово, оптово и у производителя. Оборудование, которое вы покупаете самостоятельно, Соответственно, все вопросы связаны с тем, как его ремонтировать, где его заменить, если оно выйдет негодность, они остаются на потребителе, который его приобрел. Повторюсь, здесь был вопрос у хозяйки, что дизайн ее кухни не сочетался с той плитой, которую предложил Мосфоблгаз, и она выбрала свою, заказала ее в одном из сетевых магазинов, ей доставили, а специалисты, которые делали социальную газификацию, ее подключили. То есть здесь хотелось бы отметить, что самоподключение выполнялось в рамках социальной газификации, то есть у жителей не было никаких вопросов, связанных с тем, кто ее подключит, плиту, кто ее подключит. Котел все подключили специалисты. Все подключили? Все подключили, да. Михаил Владимирович, какие территории в первую очередь будут догазифицированы? В первую очередь программа социальной газификации касается тех населенных пунктов, где уже есть газ. То есть эта программа, она именно и включает в себя вопрос, связанный с тем, что есть газ в населенном пункте, но дома не все подключены. Соответственно, в рамках программы социальной газификации ко всем домам будет доведен газ, и доведен газ этот будет до границ земельных участков. Соответственно, земельный участок, уже прокладка по нему, и ввод в дом, и установка оборудования, это уже забота жителя, он должен будет это платить. Ну, социальная газификация – это одна из программ. Есть еще программа газификации населенных пунктов в Московской области, которая ведется уже не первый год. В недавнее время были упрощены требования по газификации населенных пунктов, то есть сокращено количество жителей, которые прописаны на территории. Теперь нужно, чтобы было прописано 30 человек в населенном пункте, и стоимость прокладки газа в расчете на одного составляла не более 250 тысяч рублей. Соответственно, если населенный пункт подпадает под такую категорию, то в него также будут проводить газ, но уже в рамках программы газификации населенного пункта. Ну, а дальше жители уже смогут заключить договоры на подключение с массовым газом и подключиться к тому газу, который будет приведен в их населенный пункт. Но, повторюсь, эта программа другая, не социальная газификация, но жители очень часто спрашивают, когда в их населенном пункте будет газ. В первую очередь нужно обеспечить количество прописанных. Что необходимо жителям для этого сделать? Собрать документы, подтвердить, куда обратиться? Ну, в первую очередь для того, чтобы газифицировать, как в программе социальной газификации, так и в программе просто газификации, необходимо зарегистрировать право собственности на участок и на строение. То есть, газ подводится только к капитальным строениям. То есть, если у вас есть свидетельство, ну, не свидетельство, а есть запись ВИГРН о праве собственной земли и праве собственного строения, плюс это все должно быть в границах населенного пункта. То есть, эти программы не включают в себя СНТ и похожие объединения. Соответственно, это все, что нужно. И подать заявление в МОСУБЛГАЗ, либо подать заявление в территориальное управление, что в населенном пункте таком-то прописаны. Ну, обычно это старосты, они собирают эти данные и предоставляют в терру управления. А дальше уже терру управления предоставляют в администрацию округа, а администрация округа в правительстве Московской области. Основная сложность, которая на сегодняшний день есть, это количество прописанных. То есть, к сожалению, люди не любят прописываться на территории. То есть, очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, что человек прописан в Москве, у него дом на нашей территории округа, но прописываться на территории округа он не хочет. Поэтому такие ситуации не позволяют включить данный населенный пункт в программу социальной газификации. Поэтому я призываю жителей прописываться на территории нашего округа. И тогда мы сможем уже в рамках газификации по программе провести газ и выгодно. Михаил Владимирович, насколько быстрая процедура от момента появления желания у собственника газифицировать свой дом до, в общем-то, конечного результата? Сроки очень сжатые. То есть, в принципе, человеку для того, чтобы участвовать в программе социальной газификации, достаточно подать заявку в электронном виде через сайт Мособлгаза. То есть, на сайте Мособлгаза есть большая желтая кнопка «Социальная газификация». Вы на нее нажимаете, попадаете на экран калькулятора, где можно рассчитать, сколько стоит эта газификация. И далее подать заявку. К вам приедет специалист, посмотрит вживую ваш дом, посмотрит, как проложить газопровод, определит, есть ли на самом деле газопровод рядом с вашим домом. Потому что это обязательно нужно, чтобы специалист посмотрел, посчитает метраж и скажет вам цену, сколько будет это стоить. На основании этих расчетов вы можете тут же принять решение о подписании договора комплексной газификации. Ну и далее в течение месяца трех вам приедут и сделают газ в дом. То есть, достаточно сжатые сроки с точки зрения того, что у жителя нет необходимости где-то бегать за бумагами. Ему для того, чтобы заключить договор социальной газификацией, достаточно трех документов. Первый – это паспорт. Второе – право свидетельства на дом. Третье – право свидетельства на зиму. Все. Соответственно, три документа. Ну, либо выписка из ЕГРН, если это современные уже регистрационные действия. Соответственно, все эти три документа, они позволяют заключить договор социальной газификацией. Далее просто оплачиваются через электронные платежи. То есть, в принципе, даже если смотреть идеальную схему, жителю не нужно даже ехать в МОС «Облгаз». К нему приедут, и все уже дома он сможет и подписать, и заключить, и оплатить. Все можно сделать из дома. А далее просто по итогам газификации будет заключен договор на техническое обслуживание газового оборудования. Обязательно. Обязательно. Это обязательные условия. И договор на поставку газа, по которому он уже будет потреблять газ для своих нужд. Все на самом деле очень просто, быстро и качественно. Да, качество – это один из приоритетов данной программы. Спасибо, Михаил Владимирович, за интересную беседу. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует.